Всем привет! Это очередной выпуск программы Олега Раш на канале Абосс ТВ. Поехали! Итак, героическими усилиями, выждав минимально допустимую в таких случаях паузу после долгожданной весточки от руководства МВФ, таки дать Украине очередной транш кредита Валерия Гонтарева со словами В спешном порядке собрала пресс-конференцию, дабы сообщить Да, реакция на эту новость со стороны, так сказать, широкой общественности была прогнозируемой Ну ладно, как говорится, присядем на дорожку Но глава Нацбанка, сделав вид, что не замечает более чем прозрачных намеков о собственных перспективах, решила напоследок рассказать о своих достижениях. Главный леймотив монолога звучал традиционно Кто молодец? Я молодец! Кто молодец? Я молодец! Кто молодец? Я молодец! Битый час Валерия Алексеевна травила журналистам байки о том, какой она гениальный финансовый менеджер, как она спасала банковскую систему страны, как была вынуждена вступить в неравный бой с олигархами и, в конце концов, всех их победила Наши полководцы подробно разработали план прошедшего сражения Обрати внимание, вот здесь у нас было особенно трудно То самое главное сражение, по словам Гонтаревой, разумеется, проходило на полях битвы за отжим Приватбанка у его законного собственника Вот вечеринка у Алины, и вот развод Хотя в этой истории, как это теперь выяснилось, не все было так просто Пытливые зрители, они еще тогда обратили внимание на странные обстоятельства, сопровождавшие операцию отжим Банка Собственник, который Игорь Валерьевич, хоть и сопротивлялся такому повороту сюжета, но не так, чтобы же и очень сильно Уж как-то все подозрительно гладко прошло, твердили в декабре прошлого года знающие люди Где демонстративная игра мускулами? Где привычная пиар-поддержка на плюсах? Да и вообще, где ставшие уже классикой реплики, я бы сказал, великие слова Впрочем, видимо, решив, что теперь-то уже можно приоткрыть завесу тайны над некоторыми эпизодами той истории Ну а может по причине плохого самочувствия, которое явственно читалось по мешкам под глазами Валерия Гонтарева сначала, ну так, для приличия повозмущалась А мне эти ваши беспочвенные обвинения даже очень странные А потом бац, да и проговорилось, мол, были, так сказать, некоторые шероховатости в истории с национализацией Приватбанка Ну так, мелочь, на которую даже не стоит обращать внимания Можем вам сказать, что в останнюю ночь они провели шахрайские операции на сумму больше, чем 16 миллиардов гривен Итак, 16 миллиардов гривен из Привата, по словам той же Гонтаревой, за одну ночь ушли в неизвестном направлении И, судя по всему, с концами Ну это же правда мелочи, каких-то 16 лярдов, ну примерно половина того самого заветного транша от МВФ Который, почитай, год, клянчили у распорядителей фонда всем чиновничьим миром И, стратив на загранкомандировки и на банкеты целую кучу бюджетных денег В целом, ну в глобальном масштабе, выходит, что операция национализация, по сути дела, ну как это теперь стало ясно, полупустых денежных хранилищ, прошла блестяще Да кто б сомневался, воистину один из лучших банкиров Европы Правда, теплится такая маленькая надежда, что за месяц, ну который Валерия Гонтарева попросила для осрочки своего увольнения Хоть кто-то там наверху наконец-то очухается и до него в конце концов дойдет весь смысл и вся суть прокрученной комбинации Вас кинули, Сережа, кинули, как лохов последних, как школьник Согласно официальной информации, глава Нацбанка Украины запланировала окончательно покинуть свой высокий пост 10 мая текущего года Ну думаю, денек-другой и эта тема стремительно станет исчезать из потока новостей, уступив место более важным Глобальное потепление, наводнение, исчезающие пчелы Ну примерно так А дальше, даже не дожидаясь принятия решения той же самой Верховной Рады и подписания президентом Прошение об отставке, наша главбанкирша шепотом для узкого круга приближенных молвит И все, дело сделано Так сказать, пишите письма мелким почерком до востребования Ну куда-нибудь в Штаты, в Германию, Великобританию, ну на крайняк Швейцарию А тем временем виртуальная скамеечка тех, чьими персональными данными наши правоохранительные органы Пристально займутся уже в следующем политическом цикле Автоматически определив их в разряд лакумых попередников Продолжает пополняться все новыми и новыми персонажами Ну так у нас заведено Сегодня ты великий реформатор, а завтра Жух, и ты петух Впрочем, на судьбе ушедших за края 16 миллиардов гривен это никак не отразится Они займут достойное место в списке утраченных ценностей Ну где-то в одном ряду с золотыми монетами гетьмана Павла Полуботка Казной Батьки Махно Золотом Компартии Советского Союза И Камазами Кэша семьи Януковича А тем временем наши нардепы уже пакуют чемоданы в предвкушении долгожданного отпуска Своим единогласным решением они устроили себе каникулы с 14 апреля по 19 мая Ну само собой за казенный счет и с положенными в таких случаях отпускными Ну а че не отдохнуть месяцок-другой, если результаты работы они реально впечатляют Вон даже на международном уровне нас давеча отметили Так сказать официально признали нашу лидирующую позицию Согласно свеженьким международным рейтингам мы заняли самую первую строчку Среди европейских стран по уровню коррупции и мошенничеству в бизнес-среде Поднявшись за один только этот год сразу на 7 позиций Несправедливо Натуре несправедливо, конечно Не, ну просто нулевого места не существует, поэтому не стоит расстраиваться Судя по разрыву в очках, шансов догнать нас нет почти ни у кого из участников Нас не догонят! Нас не догонят! Приложившие немало усилий для достижения такого результата чиновники отреагировали на это сообщение подобающим образом Это была большая победа! Это признание всех этих усилий, которые делала не только украинская влада, а и все украинцы Это голосование важливо исторично тем, что Европа дозрела до признания Украины как такой Два кольора мои, два кольора, червоне толь оба на полотне, в души моей оба Я вважаю, что это величезной победой Украины К слову о Кабмине, а нынешнем, на этой неделе по плану в парламенте должен был состояться годовой отчет Владимира Гройсмана Но депутаты так торопились на отдых, что отменили визит премьера в Верховную Раду, перенеся его на потом, на после отпуска Ну, в общем, как-то так Вот такое начало недели А на сегодня у меня все, скоро увидимся в итогах недели Это был очередной выпуск программы «Алё Гараж» на канале Абосс ТВ Пока!